Первый том добротолюбия Святого Макария Египетского поучения и наставления Оказалось твердым и истинным Подобно этому было с Моисеем, с Авраамом и с Ноем Примеры же эти привели мы из Писания в доказательство Что действие Божьей благодати открывается в человеке И принимает он дарование Святого Духа, какого подобленно Бывает душа верная, только после долговременного Борения, после опыта великого терпения и великодушия После искушений и испытаний, когда свободное произволение Испытанное будет всякими скорбями Когда ни в чем не оскорбит оно Духа, но по благодати Будет во всем согласно с заповедями, тогда бывает Оно сподоблено достигнуть свободы от простей Принять полноту духовного становления, извлекаемого Таинства, так же духовного богатства и такого Разумения, которое нет мира этого, и которого делаются Причастными одни истинные христиане Почему таковые люди? Во всем отличны от всех людей благоразумных, ведущих и мудрых, имеющих в себе Дух мира Поэтому готовимся от всего произволения И со всей охотой идти ко Господу и стать христовыми последователями Для исполнения воли Христовой, для памятования и соблюдения Всех христовых заповедей Совершенно устранившись от людей к миру, предадим Душу Единому Христу Что будем иметь в уме Чтобы им одним заниматься О нем одном иметь попечение И его единого искать Если же по причине тела неупотребим Должного родения в исполнении заповедей и послушания Богу То по крайней мере ум наш Да не устраняется от любви к Господу От того, чтобы искать его и стремиться к нему А подвязаясь к таким умам Правым образом мысли И шествуя путем правды И всегда пребывая внимательными к себе Да улучим обетование Духа его и по благодати Да избавимся от гибели восьми страстей Какими одержима душа И через это соделаемся достойными вечного царствия И сподобимся блаженствуя со Христом Целые веки Прославляя Отца и Сына и Святого Духа во веки Аминь 130 Кто хочет приступить к Господу Сподобиться вечной жизни Соделаться обители Христовой Исполниться Духа Святого Чтобы прийти в состояние приносить плоды Духа Чисто, неукоризненно исполнять заповеди Христовы Тот должен начать тем Чтобы прежде всего Крепко уверовать в Господа И всецело предать себя вещанием за победе его Во всем отрестья от мира Чтобы весь ум не был занят ничем видимым И ему надлежит непрестанно пребывать в молитве С верой, в тяги Господа Всегда ожидая его посещения и помощи Это одно всякую минуту имея цель и ума своего Потом по причине живущего в нем греха Надлежит ему понуждать себя На всякое доброе дело К исполнению всех заповедей Господних Так, например, надлежит понуждать себя К смиренному перед всяким человеком Почитать себя ничьим и худшим всякого Ни от кого из людей не ища себе чести Или похвалы, или славы Как написано в Евангелии Но имея всегда пред очами своими Единого Господа И заповеди его Ему, единому желая угодить в кротости сердца Как говорит Господь Научитесь от меня Ибо я кроток и смирен сердцем И найдете покой душам вашим Подобно этому да приучает себя Сколько возможно быть милостивым Добрым, милосердным, благим Как говорит Господь Будьте добры и благи Как Отец ваш небесный милосерд Более всего в незабвенной памяти Как образец да содержит смирение Господа И жизнь в Него И кротость, и обращение с людьми Да пребывает в молитвах Всегда в веру и прося Чтобы Господь пришел И вселился в Него Усовершал и укреплял Его В исполнении всех заповедей своих И чтобы сам Господь Соделался обители души Его И таким образом Что делает теперь с принуждением Не произволяющего сердца То будет некогда делать Произвольно, постоянно приучая себя К добру И всегда памятая Господа И непрестанно ожидая Его С великой любовью Тогда Господь видит такое Его произволение Доброе старание Видя, как принуждает Он себя В памяти у Него Господа И как сердце Своё даже против воли Его ведет непрестанно к добру Смиренно-мудрюю кротости к любви И ведет сколько есть у Него возможностей Со всем усилием Тогда говорю Господь творит И милость Твою Избавляет Его От врагов Его И от живущих В Нем Грехов Исполняя Его Духом Святым Тогда уже без усилий И труда во всей истине Говорит Он Все заповеди Господни Творит И Он Часто И чисто Слода приносит Тогда Слоды Духа Но Приступающему Когосту Он влежит Таким образом Принуждать себя Ко всякому добру Принуждать себя К любви Если кто не имеет любви Принуждать себя К кротости Если не имеет кротости Принуждать себя К тому Чтобы милосердным быть Иметь милостивое сердце Принуждать себя К тому Чтобы терпеть Пренебрежение и когда пренебрегают, быть великодушным, когда унижают, или бесчестят. Не приходить к негодованию, по сказанному. Не мстите за себя, возлюбленные. Надлежит принуждать себя к молитве, если не имеется по духовной молитве. В таком случае Бог, видя, что человек столько подвязается и против воли сердца с усилием обуздывает себя, даст ему истинную духовную молитву, даст истинную любовь, истинную кротость, ущедрит истинную доброту и, одним словом, исполнит его духовного плода. Если же кто, не имея молитвы, принуждает себя к одной только молитве, чтобы иметь ему молитвенную благодать, но не принуждает себя к кротости, к смиреномудрию, к любви, к исполнению прочих заповедей Господней, и не заботится, не прилагает труда и усилия преуспевательных, то по мере его произволения и собственной свободной воли, согласно спрошениям его, дается ему иногда отчасти благодать молитвенная, но по правам остается он таким же, каким был и прежде. Не имеет он кротости, потому что не взыскал труда и не приуготовил себя соделаться кротким. Не имеет смиренно мудрия, потому что не просил и не принуждал себя к тому, не имеет любви ко всем, потому что, прося молитвы, об этом не позаботился и не показал усилий. 134. Но кто не имеет этих добродетелей, не приучил и не приуготовил себя к ним, тот, если и примет благодать молитвенную, то утрачивает супоприятие, и падает от такого умения, или не преуспевает, и не возрастает во благодати, даровано ему, потому что не предает себя от всего произволения исполнению заповедей Господних. Ибо обителью и упокоением духу служат смиренно мудрия, любовь, кротость и прочие заповеди Господни. 145. Посему, кто хочет истинно благоугождать Богу, принять от Него небесную благодать Духа, возрастать и усовершаться в Духе Святом, тот должен принуждать себя к исполнению всех заповедей Божьих и покорять сердце даже против воли Его, по сказанному. 156. Поэтому ко всем заповедям своим я направлялся, а всякий путь лжи ненавижу. 167. Кто хочет истинно благоугождать Богу и поистине возненавидеть противную сторону злобы, тому должно нести брань в подвигах и борениях двоякого рода. 178. Именно в видимых делах мира этого удалять от земных развлечений, от любви к мирским связям, от греховных навыков, а в делах сокровенных бороться с самими духами злобы, о которых сказал апостол. «Наша брань не против плоти и крови, не против властей, не против миров правителей, против духов злобы поднебесных». «Человек приступит к заповеди, будучи издан из нее, из рая, связан двояким образом и двоякого рода узами, в мире этом делами житейскими любовью к миру, то есть к плотским удовольствиям и страстям, к богатству и славе, к имению, к жене, к детям, к родным, к отечеству, к месту и одеждам, одним словом, ко всему видимому, отчего Слово Божие повелевает отрешиться по собственному произволению, потому что каждый ко всему видимому и привязывается по доброй воле, чтобы отрешать, освободя себя от всего этого, мог он стать совершенным исполнителем заповеди, в тайне же опутывает, окапывает, осеняет и околонно тьми связует душу, духи злобы». Когда кто, услышав Божье Слово, вступит в подвиг, отринет от себя дела житейские и мирские связи, отречется от всех плотских удовольствий и отрешится от них, тогда, постоянством устремляя мысль ко Господу, может он дознать, что в сердце есть иная борьба, иное тайное противление, иная брань помыслов от лукавых духов и что предлежит ему иной подвиг. И таким образом, с несомненной верой и великим терпением, непрестанно призывая Господа, ожидая от Него помощи, можно здесь еще получить внутреннее освобождение от уст, тенет, преград и тьмы лукавых духов, то есть от действия тайных страстей. Сия же брань может быть прекращена благодатью и силой Божией, потому что человек сам собой не в состоянии избавить себя от противления, от скитания помыслов, от невидимых страстей и козней лукавого. Если же кто привязан к видимым вещам в мире всем, опутывает себя многоразличными земными узами и увлекается зловредными страстями, то не познает он, что внутри у него есть иная борьба, и битва, и брань. И, о, если бы человеку, когда с усилием исхитит, и освободит он себя от этих видимых мирских уз, и вещественных забот, и плотких удовольствий, и начнет постоянно прилепляться к Господу, устраняя себя от мира сего, хотя после этого прийти в состояние познать внутри водворяющуюся борьбу страстей и внутреннюю брань, и лукавые помыслы, а если, как сказали мы прежде, не отречется с усилием от мира, не отрешится всем сердцем от земных пожеланий, и не пожелает всецело прилепиться к Господу, то не познает обмана сокровенных духов злобы и тайных зловредных страстей, но остается чуждым себе самому, потому что неизвестны ему язвы его, и, имея в себе тайные страсти, не сознает их, но еще добровольно привязывается к видимому и прилепляется к мирским попечениям. А кто истинно отрекся от мира, подвизается, сверг в себя земное бремя, освободил себя от суетных пожеланий, от сладких удовольствий, от славы, начальствования и человеческих почестей, и всем сердцем удавляется от всего, тот, когда Господь в всем явном подвиге помогает ему тайно, по мере отречения воли от мира, и когда сам он всецело, то есть телом и душой утвердился и постоянно пребывает в служении Господу, находит в себе противление, тайные страсти, невидимые узлы, сокровенную брань, тайное борение и тайный подвиг. И таким образом, испросив у Господа, прияв с неба духовное оружие, какие исчислил блаженный апостол, броню правды, шлем спасения, исчислить веры и меч духовный, и вооружившись ими, возможно противостоять тайным козням дьявола, составляемых им лукавством. Приотбрегши себе эти оружия молитвою, терпением, прошением, постом, а более всего верою, состояние будет подвязаться в обрани с началами, властями и миродержателями. А таким образом, победив сопротивные силы при содействии духа и при собственной рачительности во всех добродетелях, соделается достойным вечной жизни, прославляя Отца и Сына и Святого Духа, Ему слава и держава вовеки. Аминь. Некоторые говорят, что Господь требует от людей одних явных плодов, а тайны совершает сам Бог. Но не так бывает на деле. Напротив того, сколько ограждает кто себя по внешнему человеку, столько же он должен бороться и вести брань с помыслами. Потому что Господь требует от тебя, чтобы сам на себя был ты гневен, вел брань с умом своим, не соглашался на порочные помыслы и не услаждался ими. Душа должна сопротивляться, противоборствовать и отражать. Произволение твое, противоборствуя, пребывая в труде и скорби, начинает наконец одерживать верх. Оно и падает, и восстает. Грех снова не излагает его. В десяти и в двадцати борениях побеждает и не излагает душу. Но и душа со временем в одном и чем-нибудь побеждает грех. И опять, если душа стоит тверда и ни в чем не ослабевается, начинает брать преимущество, решив дело, и одерживает над грехом победы. Так-то люди преодолевают и делаются его победителями. Конь, пока с дикими животными, пасется в лесах, непокорен бывает людям. А когда он пойман, тогда для украшения его налагает на него тяжелую узду, пока не научится ходить чинно и прямо. Потом опытный седок упражняет его, чтобы сделать способным к брани. Тогда надевает на него вооружение, разумея, на грудь или забрала, а прежнюю узду вешивает и приводит в сотрясение перед глазами ее, чтобы он привык и не пугался. И обучаемый так садником, если не приучится, не может быть на войне. А как скоро приучится и приобыкнет к брани, едва почует и услышит бранный звук, сам с готовности идет на врагов, почему самым ржанием своим наводит страх на неприятелей. Подобно этому и душа, одичав и став непокорной со времени преступления, в пустыне мира сближается со зверями лукавыми духами, продолжая служение греху. Когда же услышит слово Божие и уверует, тогда обуздываемое духом Божиим отлагает дикий нрав и плотское мудрование, управляемое всадником Христом. Потом приходит скорбь, в усмирение, в тесноту, что нужно для ее испытания, чтобы постепенно украшал ее дух. При постепенном же оскудении и истреблении в ней греха. И таким образом, душа, облеченная в броню правды, шлем спасения в щит веры и прияв меч духовный, научается вести брань со своими врагами. И вооруженная духом Господним борется с духами злобы и угошает разжженная стрела лукавого. А без духовного оружия не вступает в ополчение. Как же скоро и медоружие имеет Господний, едва услышит и ощутит сильные брани, и сходит с оржанием силы, как сказано у Иова, 39, 25, потому что с самого глазом оленей ее падают враги. Совершив же такой подвиг с помощью духа, одержав во брани победу, с великим дерзновением примет победные венцы и будет упоколеваться вместе с небесным царем. 145. Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о нем, должен уже будешь бороться с своей природой, с прежними нравами и с тем навыком, который тебе прирожден. А во время борьбы с этим навыком найдешь противящиеся тебе помыслы и борющиеся с умом твоим. И помыслы эти повлекут тебя и станут кружить тебя видимым, от чего ты бежал. Тогда ты начнешь борение и брань, восставляя помыслы против помыслов, ум против ума, душ против души, дух против духа. Ибо открывается какая-то сокровенная и тонкая сила тьмы, пребывающая в сердце. И Господь бывает близ души и тела твоего, и смотря на борьбу твою, влагает в тебя сокровенные, небесные помыслы и втайне начинает упокоивать тебя. Но пока оставляет еще тебя под обучением и в самых скорбях промышляет о тебе благодать. И когда придешь в упокоение, она даст тебе познать тебя и покажет тебе, что для твоей же пользы попускала быть тебе в борении. Как сыну богатого человека, у которого есть воспитанник, пока наставник наказывает его, и учения, и раны, и удары кажутся тяжкими. Это бывает, пока не сделается мужем. И тогда начинает уже благодарить воспитателя. Так и благодать промыслительно обучает, пока не придешь в совершенного мужа. Кто хочет христианскую жизнь с великой точностью вести в совершенстве, тот обязан всеми силами позаботиться прежде всего о смысле, о рассудке души, чтобы приобрести способность в точности различать доброе и худое, и во всяком случае распознавая, что в чистую природу превзошло, несвойственного ей, жить нам правильно, непрекновенно, и чтобы, пользуясь рассудком, как глазом, быть нам в состоянии не сдружиться и не входить в согласие с внушениями порока, а через это, сподобившись божественного дара, соделаться достойными Господа. Тело имеет своим путеводителем глаз, и он видит, и все тело ведет надлежащим путем. Вот представь же, что идет кто-нибудь местами лисистыми, заросшими, терниями, тенистыми, где и огонь заграждает путь, и мети вонзены, есть там и стремнины, множество вод. Если путник оборотлив, осторожен и неустрашим, то имея путеводителем глаз, с великой внимательностью проходят трудно эти места, и руками, ногами всячески сдерживает хитон свой, чтобы не изорвать между деревьями и стерниях, не замарать грязи, не изрезать мечами, и глаз, служа светом для целого тела, указывает ему путь, чтобы не сокрушилось оно на стремнинах, или не потонуло в водах, или не потерпело вреда в каком-нибудь затруднительном месте. Так оборотливый смышленый путник, со всей осторожностью подобрав хитон свой, идя прямо по указанию глаз, и себя сохраняет невредимым, и надетый хитон сберегает несожженным и неразодранным. Если же подобными местами проходит человек нерадивый, ленивый, беспечный, неповоротливый, недеятельный, то хитон его, развиваясь туда и сюда, потому что у путника не достает твердости всячески подбирать свою одежду, рвется от сучки, терния, или загорается от огня, или изрезается вонзенными мечами, или грязнится в тени. Одним словом, прекрасный новый хитон его в скором времени портится от его невнимательности, недеятельности и лености. А если путник не будет обращать полного и должного внимания на указание глаза, то и сам упадет в рог или и потонет в водах. 149. Подобным образом и душа, нося на себе как бы прекрасный хитон, одежду тела, имея у себя рассудок, который дает направление всей душе с телом, когда проходит она по лисистым и тернистым стезям жизни среди кины, огня, стремнин, то есть вожделение удовольствия и прочих несообразностей века сего, должна с трезвением, мужеством, старательностью и внимательностью везде сдерживать и оберегать себя. А чтобы телесный хитон на лисистых и тернистых стезях мира сегодня разодрался где-либо от забот, недосугов, изъемных развлечений и не сгорел от огня вожделения, то обличенная вонная душа отвращает только, чтобы не видеть лукавство, а также отвращает слух, чтобы не слышать пересудов, удерживать язык от суетных разговоров, руки и ноги от худых занятий, потому что душе дана воля отпрощать телесные члены и допускать их до худых зрелищ, до слыша ничего-либо лукавого и срамного, до непристойных слов, до занятий мирских и лукавых. Господь как скоро увидит, что мужественно отвращается кто-нибудь от житейских удовольствий, от вещественных развлечений и забот, от земных узок и от кружения суетных помыслов, подает таковому благодатную свою помощь и непредсновенную соблюдает эту душу, которая прекрасно совершает течение в своем настоящем лукавом веке. И таким образом душа от Бога и от ангелов удостаивается небесных похвал за то, что прекрасно охранила и себя и хитон тела своего сколько возможно и было, отвращаясь от всякого мирского вожделения и с помощью существуемое Богом прекрасно совершила течение свое на поприще мира сего. Если же кто по недеятельности и беспечности невнимательно ходит в жизни сей и по собственной воле своей не отвращается от всякого мирского вожделения и не изыскивается всем желанием единого Господа, то хитон тело его рвется от тернии и дерев мира сего, опаляется огнем вожделения, оскверняется грязь и удовольствие, и потому душа в день суда оказывается не имеющая дерзновения, потому что не возмогла одеяние свое соблюсти неоскверненным, но расплила она ее среди обольщений века сего. За это-то извергается она из царства. Ибо что сотворит Бог с тем, кто по собственной воле своей предает себя миру, обольщается его удовольствием или блуждает кружась вещественном? Помнишь, что и подает он тому, кто отвращается от вещественных удовольствий и от прежних навыков, с усилием устремляет всегда мысль свою Господу, отрекается от себя самого, взыскивает же единого Господа. Того и Бог блюдет, что в дебре мира сего при всяком случае остерегается сетей и тенет, кто со страхом и трепетом совершает свое спасение. Со всей внимательностью обходит сети, тенета и похоть и века сего. Взыскует же Господней помощи и помилости Господней, надеется спастись благодатью. Всякое видимое в мире дело делается в надежде получить пользу от трудов. И если кто-то не вполне уверен, что насладится трудами, то неполезны ему и труды. И зимный делец сеет в надежде собрать плоды и в таянии их переносит труды. Сказано, с надеждой должен пахать. И кто берет жену, берет надежду иметь наследников. И купец ради прибыли пускается в море, отдает себя на готовую смерть. Так и в Царстве Небесном человек в надежде, что просветятся сердечные очи, отдает сам себя на то, чтобы устранить от дел житейских, проводит время в молитвах и прошениях, ожидая Господа, когда придет и явит ему себя и очистит его от живущего в нем греха. 153. Должно христианину иметь упование, радость и таяние будущего Царства, избавление и говорить, если не избавлен я сегодня, буду избавлен на утро. Насаждающий у себя виноградик, прежде нежели приступит к труду, имеет в себе радость и надежду, и когда вина еще нет, живо представляет в уме татива, вычисляет доходы и в таких мыслях принимается за труд. Надежда и ожидания заставляет его трудиться усердно и делает он пока большие издержки в доме. А подобным образом домостроители земледелия сперва расточает много своей собственности в надежде на будущую прибыль. Так и здесь. Если не будет у человека передачами радости и надежды, что примет избавление и жизнь, то невозможно терпеть скорбей и принять на себя бремя и шествие тесным путем. А сопровождающие его надежды и радость делают, что он трудится, терпит скорбь и принимает на себя бремя и идет тесным путем. Верующему должно просить о себе Бога, чтобы применилось произволение его приложением сердца. К нему должен ты возводить ум и помыслы и не содержать в мысли ничего иного, кроме таяния узреть его. И поэтому как резвых детей душа да соберет и усмирит рассеянные грехом помыслы, пусть ведет их в дом тела своего, непрестанно в посте и с любовью ожидая Господа, когда он придет и действительно соберет ее воедино. Поскольку уже будущее неизвестно, то еще более да надеется, прекрасно возлагая надежду свою накормчиво, сказано, не бойся, вот я с тобой, горы уравняю, врата медные сокрушу, вере и железное сломлю, Исайя 45-2, еще сказано, внемли себе, да не будет слова тайна в сердце твоем беззакония, старозаконие 15-9, не говори в сердце своем, язык мой крепкий, старозаконие 2-21-31-1, если не обленимся и не дадим у себя пажетие бесчинным порочным помыслом, но волею своей привлечем ум, понуждая помыслу стремиться к Господу, то без сомнения Господь своей воле придет к нам и действительно соберет нас к себе, потому что все благоуговождение и служение зависит от помышлений. Посему старайся угождать Господу, всегда ожидая его внутренне, вискуя его в помышлениях, побуждая и принуждая волю свою и произволение свое к нему непрестанно устремляться, ибо в какой мере собираешь ты ум свой к исканию его, в такой и еще в большей мере понуждается он собственным своим благоутробием и благостью своей прийти к тебе и упокоить тебя. Стоит он и рассматривает твой ум помышления и движения мыслей, назирает, как ищешь его, от всей ли души твоей, ни с леностью ли, ни с нерадением ли. И когда увидит старательность твою в искании его, тогда явится и откроется тебе, подав помощь твою и уготовит тебе победу, избавляя тебя от врагов твоих. Поэтому вознесем тело это, соорудим жертвенник, возложим на него всякое наше помышление и будем умолять Господа, что послал с неба невидимый и великий огонь, да поест он и жертвенник, и все, что на нем. И падут все священники Вааловы, то есть сопротивные силы. И тогда увидим небесный дождь, подобный следу человеческому, сходящий в душу, почему исполнится в нас Божие обетование, как сказано у пророка. Восставлю, восстановлю скиню Давидову, падшую, разрушенную. Амоз 9.11. А в нежнем подвижничестве и о том, какой образ жизни есть высший и первый, знайте, возлюбленные, следующее. Все добродетели с собой связаны, как звенья духовной цепи. Одна от другой зависит. Молитва от любви, любовь от радости, радость от кротости, кротость от смирения, смирение от служения, служение от надежды, надежда от веры, вера от послушания, послушание от простоты. Так и с противной стороны, худые дела зависят одно от другого, ненависть от раздражительности, раздражительность от гордости, гордость от тщеславия, тщеславие от неверия, разленение от уныния, уныние от нетерпеливости, нетерпеливость от властолюбия. Прочие части порока также между собой связаны, как на доброй стороне связаны между собой, и одни от других зависят добродетели. 158. Главное же во всяком добром старании и верх заслуг прилежное пребывание в молитве. Ей, спрашивая у Бога, ежедневно можем приобретать и прочие добродетели. Отсюда в подобившихся происходит общение в Божьей святости, в духовной действенности и союз умного расположения, как бы в неизреченной любви к Господу. Ибо кто ежедневно принуждает себя пребывать в молитве, то духовная любовь к Богу воспоминяется к божественной приверженности и к пламенному желанию, и приемнет благодать духовного свящающего совершенства. Не по телесному навыку, не по привычке вопиять, молчать, преклонять колено, должно нам молиться. Но трезвенно, внимая умом, ожидать, когда Бог придет и посетит душу на всех исходах, истезях ее, и во всех чувствах. Таким образом иногда надо бы молчать, иногда же надо бы называть и молиться своплю, только бы ум утвержден был в Боге. Ибо как тело, когда что-нибудь работает, прилижая к делу, всецело бывает занято, и все члены его один другому помогают, так и душа, всецело да посвятить себя молитве и любви Господней, не развлекаясь и не кружаясь в помыслах, но всю надежду ожидания возложить на Христа. И в таком случае Господь сам просветит ее, научая истинному прошению, подавая молитву чистую, духовную, достойную Бога, и поклонение духом и истинною. Приступающие к Господу должны совершать молитву в безмолвии, мире и великом покое, и внимать Господу не своплями, непристойными и смешанными, но с томлением сердца и трезвенными помыслами. Рабу Божию надлежит пребывать не в неустройстве, но во всякой кротости и мудрости, как сказал пророк, на кого возрю, только на кроткого, молчаливого и трепещущего пред словом моим. Исайя 66.2 Находим также, что при Моисея и Ильи, когда являлся им Бог, пред величием владычем во множестве служили и трубы, и силы, но пришествие Господне отвечалось и обнаруживалось тем, что исчислено выше, то есть миром, безмолвием и покоем. Ибо сказано, в тихом веянии и ветра, и вот там Господь. 3 Сарс 19.12 Редактор субтитров А.Семкин